Здравствуйте! Идёт урок истории. С вами преподаватель Отарбекова Сауле Мукатаевна. Тема нашего урока – возрождение национальной государственности. Критерии оценки. Ребята, вам знакомые. Критерии оценки. Знать исторические этапы государственности, начатые с образования казахского ханства. Определять основные события в процессе восстановления национального государства. Оценивать роль Назарбаева в становлении независимого государства. Знать содержание государственных стратегий и программ Республики Казахстан. Оценивать важность государственных стратегий и программ развития независимого Казахстана. Обратите внимание на эту картину, о чем говорит эта картина и что за даты 1465, 4847, 1917, 1920, 1991. Правильно, конечно же, это этапы становления казахской государственности. В целом их можно разделить на четыре крупных этапа. Первый этап. Откачевка Жанебека и Кирея в 1465 году. Возникновение казахского ханства. Жанебек и Кирей смогли собрать, увезти племена, подданные им, и сплотить казахский народ. Второй этап. Это почти полуторавековая борьба против джунгарских завоевателей за сохранение самостоятельности национальной государственности казахов. Третий этап. Это антиколониальная борьба. Первые признаки борьбы против тоталитаризма. И четвертый этап. 16 декабря 1991 года. Объявление государственной независимости Республики Казахстан. Формирование новой политической системы. Сильной президентской властью, основанной на принципах демократии и уважения, основ прав и свобод человека. Разговор пойдет о последнем этапе. 25 октября 1990 года вышло постановление Верховного Совета Казахской ССР, где была принята декларация о государственном суверенитете. Это был первый шаг на пути к государственности. Работа с текстом. Сейчас вам будет предложен текст в приложении номер 1, где надо будет ответить на вопрос. Какой вопрос был затронут? В чем заключается значимость этого события? Далее в учебнике «История Казахстана» на странице 188-192 найдете текст, где нужно будет определить не менее трех важных событий в становлении национальной государственности. Дескриптор. Ознакомливаться с текстом и определять как минимум три важных события. Обратите внимание на эти рисунки. С помощью этих данных какую оценку вы дадите лидеру нации Назарбаеву и почему? Вы ознакомитесь с высказываниями известных лидеров и нужно будет оценить роль первого президента в становлении независимого Казахстана. Делает формулировку, состоящую как минимум из четырех предложений. Перед вами высказывания бывшего генерального секреттора ООН Кофи Аннона, высказывания бывшего президента США Барака Обамы и высказывания президента России Владимира Путина. Из этих высказываний какое впечатление складывается о первом президенте Республики Казахстан Нурсултане Назарбаеве. Свои мысли вы должны будете подтвердить из цитат. Программа «Развитие Казахстана-2030» Это первая в истории независимого Казахстана стратегическая программа. Казахстан-2030, она была названа «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». Семь долгосрочных приоритетов стратегии развития Казахстан-2030. Это экономический рост, базирующий на открытой рыночной экономике. Это энергетические ресурсы, инфраструктура, национальная безопасность, внутриполитическая стабильность и консолидация общества, здоровье, образование, благополучие граждан Казахстана и профессиональное государство. Теперь, ребята, на странице 193-199 учебника «История Казахстан» вы найдете государственные стратегии и программы. Стратегия «Казахстан-2050», государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию, государственная программа развития образования Республики Казахстан, государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан, Денсаул на 2016-2019 годы. Теперь, изучив содержание стратегии и программ, дома нужно будет заполнить ниже приведенную таблицу. Вам таблица предложена, состоящая из шести графов. Дескрипторы Определять цель стратегии и программы Знакомить с четырьмя приоритетами и направлениями стратегии и программы Определять, какие сферы жизни охватывают государство и общество Как минимум назвать три ожидаемых результата Анализировать важность реализации стратегии и программы Критерии оценивания Знать содержание государственных стратегий и программ Республики Казахстан Давать оценку значимости государственных стратегий и программ развития независимого Казахстана Далее, нужно будет дома проделать работу с хронологией Эти даты, они относятся как раз к новейшей истории Республики Казахстан К событиям с 1990 года Рефлексия Нужно будет отметить себя, на каком уровне или на какой лестнице я сейчас нахожусь Урок окончен Спасибо за внимание До свидания